В Новый год с новым национальным символом. В Австралии изменили строку гимна из уважения к истории коренного населения. Премьер-министр страны официально объявил, что его соотечественникам отныне следует петь «Мы едины и свободны», а не «Мы молоды и свободны». 140 лет назад эти слова были написаны по отношению к английским переселенцам, прибывшим в Австралию в ходе ее колонизации. При том, что до того в течение десятков тысяч лет на континенте жили аборигены. «В гимне речь идет о нас, о том, кто мы, кем хотим быть. Мы сильная и динамичная либеральная демократия. Мы живем на вечной земле древних народов, коренного населения. Нас объединяет общая история более 300 национальных, этнических и языковых групп. Насколько хороша Австралия? Наш гимн должен отразить это. И, как мне кажется, внесенные изменения, о которых мы сегодня объявили, помогают добиваться поставленной цели». Правозащитники по-прежнему заявляют о неравенстве стране как наследии ее колониального прошлого. Сегодня смертность среди детей младше пяти лет среди аборигенов в два раза выше, чем в среднем по Австралии. За последние 30 лет более 400 представителей коренного населения погибли в ходе задержания полицией. От властей ждут смены еще одного национального символа. Ежегодно в стране проходят протесты 26 января, в день Австралии, который аборигены именуют днем вторжения. Выбор даты обусловлен прибытием 26 января 1788 года первого флота и провозглашением над восточным побережьем британского суверенитета.